Сейчас мы разворачиваем поле, поле любви. Заземляем этот корабль и раскрываем двери. Вы можете представить этот корабль просто в виде некого как облака НЛО. Или просто как золотой-золотой корабль. Как вам удобно. Не имеет значения. Мы видим вас так, как есть и принимаем вас со всем, что есть. Мы открываем эти двери. И перед вами как некий сканер, столб. Вы входите на плоту этого корабля. Видите, как выходят хранители. Это солнечные ангелы, это неземные ангелы-хранители. Это солнечные ангелы, которые держат в руках своих пусыхи. И встречают вас с немоверной, невероятной, всеобъемлющей любовью. Этот как некий сканер, луч, воспроизводит звук. Вы подходите к нему, словно для вас это ощущение, что это словно дождь. Некий такой энергетический дождь. Вы проходите сквозь него. Происходит мгновенное замещение. Для вас же вы это видите, как словно на вас одели золотые одежды, как золотое, такое, как у ангелов, да, просто платье. Вы проходите дальше, видите огромный зал. Круглый зал, вокруг которого также стоит множество солнечных ангелов. Они как золотые ангелы, в различные образы. Закрывается дверь корабля, и эти хранители провожают вас в тронный центральный зал, в самый центр. Вы также видите, что по центру идет луч. И как четыре таких квадрата, как кнопки. Вокруг этого луча вас провожают на первую эту кнопку слева. Вы на нее заходите, и она словно как кнопочка проваливается. Зажигается яркий свет, как некий кристалл, некая проекция. И вокруг этого квадрата яркий-яркий свет, как некое свечение немного красноватого цвета. Воспроизводится звук. Все ваши клетки приходят в гармонике. И звук изначальной обители, чаши Грааля через источник. Издает координаты определенные коды, кодонов изначальной памяти. Призывая сюда ваше тело, единый дух земли, всеобъемлющую любовь. Который вы также можете видеть, тоже как уменьшенный корабль. Вокруг вас, который постоянно движется. И сейчас вы настолько мощно раскрываете свое сердце. Насколько вы можете впустить эту силу. Вы видите, как один из солнечных золотых ангелов. Здесь, рядом с вами, сопровождает весь этот процесс. Смотрит своими любящими глазами. На эту силу я также здесь нахожусь рядом с вами. Звучу в ваших клеточках. Всеобъемлющей волной о любви. Изливая этот нектар, эликсир. Сиди на изначальной чаши. Эта сила смотрит на вас и вспоминает вас. И прямо сейчас этой ударной волной любви растворяются все моменты, когда неосознанно вы обижали эту силу природу в тех или иных воплощениях. Не осознавая. И здесь речь не идет только о вас, как о отдельной личности. Идет о вас, как о всей вашей Вселенной. Потому что вы являетесь центром Вселенной. Всех ваших воплощений. Поэтому здесь нет виноватых. Вас множество одномоментно ваших воплощений. И сейчас это просматривается повсюду. Склоняясь над всеми пирамидами вашего бессознательного. И все это принимается. Все это принимается в огромной-огромной любви. Все-все принимается. Вся грязь. Что бы ни было наработано, оно принимается. И мгновенно растворяется свет. И сила ваша начинает светить. Воспроизводить эту светимость. И сама напитывать волокна этой огромной силы любви. Силы могущества. И звук матери, материя. Воспроизводит звучание. Потому что тебя здесь отразили на изначальных полях. И весь этот корабль сейчас получает в некое распоряжение определенных координат изначальных солнечных станций, где вы отражаетесь своей изначальной сути целиком. И мать, материя говорит подчиниться этой силе. Все смотрят на мать, любовь. И она также здесь, в этой изначальной клетке изливает из граали эту любовь, напитывая, по сути, всех своих детишек. Они напитываются и принимают вас. Они принимают вас и вспоминают вас. И сейчас эта сила любви заполняет вас там, где это необходимо. Напитывая вашу костную. В костной ткани все напитываются все кровяные тельца, кровь. Это напитывание несет чистоту. Чистоту любви, которая мгновенно замещает все, что необходимо. Выстраивая гармоничный модуль, гармоничный ряд необходимой вам волны, волны звука, чтобы идти дальше. И вы сливаетесь с этой силой, как единый организм, силой любви. Шагаете в следующую, как квадрат, кнопку. Она зажигается золотым свечением кристалла Нового Времени. Здесь вас принимает цивилизация Чаши Грааля, цивилизация любви, золотая раса, солнечная раса и все-все ее плодородные поля. И огромная сила золотых неких корпускалок, живого, свободного электричества заполняет эту силу, с которой вы пришли, и сплавляет. И ваш мир радуется. Ваш мир радуется, насыщается. И здесь трансперсонально каждому, кто насколько готов, вы получаете это насыщение столько, сколько вы сможете принять сейчас этой энергией, этой чистоты. Насыщайтесь ей, вдыхайте ее, напитывайтесь ей. И она сейчас проходит сквозь все ваше тело, словно некий золотой корабль, напитывая все, что необходимо. и вы вновь собираетесь, и все, что вы можете унести отсюда, все, что вы можете впитать, всю эту светимость, вы переходите в следующий квадрат, он тоже, словно, как кнопочка, нажимается под вашими ногами, его в центре, зажигается и светит. Идет некое такое голубое свечение, которое также принимает вас, обволакивает своими крыльями любви, кристалл зажигается под ногами, вы принимаете эту любовь, и вы ее разворачиваете, здесь раскройте свое сердце на полную мощь, раскройте, и вы почувствуете некую эту пульсацию, пульсацию слияния, и вы также сейчас вбираете эту силу, и влетаете на этих уже окрыленной силе в следующий квадрат, он словно нажимается у вас под ногами, и светит неким белым свечением издается звуки, могущественные звуки, могущественных имен, сейчас они собираются со всех этих четырех изначальных клеток, и отражаются в вашем пространстве, также вы собираете здесь всю силу, энергию, прямо впитываете себя, впитываете ее в себя, и она разворачивается, любовь, любовь, любовь заполняется, чаша Грааля продолжает вас объединять с этими изначальными четырьмя клетками, соединяется вся эта сила, эти мощи, этой природы, природы, которая является истинным воплощением денег, которая и несет эти деньги, вам просто необходимо начать для начала хотя бы с ней научиться взаимодействовать, а потом выйти из этих полей и начать управлять. Итак, вы сейчас находитесь на плато, на плато сфинкса, которое спроецировано в ином измерении, в параллельном измерении, и сейчас эта сила собирается и вы словно входите в тело сфинкса и из-под него поднимается корабль, поднимается легкое, 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 легкое такое тело, целостное, оно вбирает вас, вбирает, 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 вбирает вас и поднимает легкое, легкое тело, поднимает и проходя сквозь сфинкса, зажигается это поле и вы видите огромное, огромное плазматическое поле, вы сейчас как бы в нем находитесь в этой плазме любви, вокруг которого это множество живых бессмертных частиц, бессмертных частиц этого корабля, и здесь являясь в этом солнце, в этом сердце, находятся записи всех-всех вещей, всех денег, всего могущества и власти этого солнца, этого духа, который не имеет ничего общего с человеческими обогащениями и властью, потому что оно целостное, оно единое и оно невероятно могущественное, и это поле начинает отражать самого себя, эта плазма сейчас словно начинает рождать себя, некая пена, словно от которой много-много плазмических тел начинает рождаться в вашем пространстве, сфинкс оживает и смотрит на этот сценарий, он смотрит и наблюдает этот сценарий, и своим взглядом через третий глаз у него проходит луч, и он этим взглядом через этот луч касается каждого плазмойда и называет по именам все те сокровища, все те вещи вашего комфорта, энергии энергии в материи для вас явится, и как только он касается своим лучом, каждый плазмоид разворачивается и вновь становится этим единым солнцем, и эти записи оживают, они оживают и воскрешают здесь, в этом пространстве силы, могущественной силы. Сфинкс смотрит пристально и наблюдает, чтобы все сценария жили и явились здесь, для каждого носителя этого поля, этого гена богатства, потому что единственное его желание, чтобы золотая раса размножилась и процветала, и никогда, и ни в чем не имела нужды, чтобы все улыбались и были счастливы, все те, кто несут идеи духа, идеи бога, его сознание, его цель глобального объединения в этом изобилии. Здесь деньги не стоят впереди, здесь впереди стоит дух, и сфинкс наблюдает за этим процессом и управляет силой любви, как образ и подобия, единой сборки души и духа. Станьте этим сфинксом и расправьте эти крылья, эти мощи дома, потому что они здесь, они пришли и они заземлены, и они здесь, чтобы размножиться и обнять вас такой могущественной силой, такой могущественной любовью дома, которую вы не чувствовали, даже будучи младенцем в этом человеческом теле, нету любви равной. Это такая забота, которая буквально приподнимает воздухе и сообщает о каждом шаге. Это когда все травы, все деревья, все кустарники, все животные говорят с тобой и желают только одного, чтобы ты жил и процветал, чтобы у тебя было все, что несет тебе комфорт, а ты в свою очередь живешь для того, чтобы жили и процветали они, а не ты. Душа, природа. А поэтому ты знаешь, что она может процветать только тогда, когда здесь есть живое присутствие Духа чистого, целостного. И только так, а не когда ты играешь в человеческие игры. И тогда ты несешь этого Духа, и Он заботится об этой природе, о природе о тебе. И эта колесница Бога, огненная, живая, приведет тебя не только к богатству, как ты его знаешь, и это прекрасно, и так и должно быть, но оно приведет и даст тебе без разделения здоровья, самую счастливую личную жизнь, прекрасных детей и огромное, огромную семью. Субтитры 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 Субтитры